Сегодня в час дня на Макеевской электроподстанции Бутовка Глубокая прогремел взрыв. Охранник подстанции рассказывает, что услышал громкий хлопок и увидел разлетающиеся искры. Вспышка, да, глубина. Ну вот вы увидели, кому-то сообщили, правильно? Старшему дежурную смены, который сидит, находится в Харциске, доложил ему, он доложил начальника, вызвали. На место происшествия сразу же выехали городские власти, МЧС, милиция и работники электросетей. Нашу съемочную группу на территорию не пропустили. Объяснили, что это может быть небезопасно. Прибывший на место технический директор Донецкоблэнерго рассказал, что повредился трансформатор. Виной тому знойная погода. Высокая температура, жара, поэтому при включении присоединения, после ремонта, когда вчера была отключена линия, повредился трансформатор. Поэтому там, поскольку они массонаполненные аппараты и фарфоровая рубашка, они при повреждениях имеют свойство разлетаться. В результате происшествия электричества лишились жилые дома и предприятия города. На шахту Бажаново напряжение подали через несколько минут. Однако добычу угля на период ликвидации поломок запретили. По информации Госгорпромнадзора, в лаве в это время находилось около 500 человек. В течение двух часов их подняли на поверхность. Ситуация стабилизировалась к четырем часам вечера. Все устранено, все локализовано. Электроэнергия подается на весь город. Очень оперативно сработали электрические сети. И поэтому сегодня и шахта с электроэнергией, и Макеевский коксохим, и фильтровальная. Уже переключили их на постоянную, надежную, стабильную схему. То, что касается взрыва трансформатора, он будет сегодня заменен. Там еще кое-какие дефекты будут устранены. Все руководство энергетической сети и области находится здесь. То, о чем мы говорим, вот это катаклизмы нашей погоды. И плюс человеческий фактор. К пяти вечера подача электричества была возобновлена и в жилые дома. Напомним, здесь это уже вторая авария за прошедшие двое суток. Александр Христенко, Юрий Трелесенко, Панорама.